Губернатор края Том Аксельгард рассказал, что в ближайших планах холдинга запустить на полную мощность комплекс в Красноармейском районе. Это позволит выращивать больше 70 тысяч свиней в год. Но для того, чтобы соблюсти все санитарные нормы, необходимо расширить территорию предприятия, пояснил Аксельгард. Со своей стороны Кондратьев пообещал, что краевые власти готовы поддержать добросовестных инвесторов. Нам принципиально важно, чтобы сыноводство на Кубани находилось в рамках всех норм, экологических в том числе, которые продиктованы законодательством как края, так и Российской Федерации. Когда инвестор выполняет на самом деле свои обязательства и обещания реально, то, безусловно, отдача со стороны нашего населения тоже максимальная, со стороны власти. Максимальная поддержка того инвестора, у которого слова не расходятся и сделаны. Моя задача как губернатора – создать все условия для любого инвестора, в том числе и для вас, чтобы ощущали на территории края себя комфортно и бизнес приносил свои дивиденды. У нас в Дании мало места и много свиней. Именно этот факт заставил нас придумать, как работать. Мы понимаем, что нужно работать качественно и по нормам защиты окружающей среды. И тогда мы будем востребованы. И я могу обещать вам, что здесь мы тоже будем работать по этому принципу. На прилавках магазинов «Края» сегодня около 60% свинины Кубани. Запуск свинокомплекса в Красноармейском районе должно изменить в корне ситуацию, надеется Вениамин Кондратьев. И «Края» в этом будет всячески помогать иностранному инвестору, заверил губернатор региона. И напоследок разрядил атмосферу шуткой. «В России есть понятие свиньи, а еще понятие свинства. Вот там, где свинство, я готов вам помочь. А в свиньях, я думаю, вам помощь не нужна». Добавлю, что датская компания производит свиней не только у себя на родине, но также в Польше, Украине и России. В нашей стране предприятие холдинга уже несколько лет успешно работает в Тамбове, а теперь и в Краснодарском крае. Елена Овсицына, телекомпания ФКТ.